Всем здравствуйте, ребята! У нас сегодня суббота, выходной день. Значит так, решили мы с Аней собраться, поехать в центр погулять. Погода у нас неясная, будет дождь. Это во-первых. Во-вторых, теперь мы все, мы уже никуда не едем. Абсолютно. Значит, планировала себе купить хоть какую-то сумочку, потому что моя старая сумочка уже порвана, нужно было заменить на другую. Но я теперь и в этом месяце не смогу позволить себе купить сумочку. Да, сейчас, ребята, подождите минуту. Ну, там же, да, слышно. Звуки, выходные, мухи летают. Такие не подохли. А мы ждем. Шутка. Короче, в чем суть, сейчас вам расскажу более подробно. Значит, прошел у нас уже день, уже сколько? Три часа дня, да, где-то? Три ровно. Да, три ровно. Где-то полчаса назад пришло уведомление от шпарка. Я сама зашла. Аня зашла. Ну, не я, а Аня, да. Она была в шоке, удивлена. Говорит, Настя, говорю, что? Говорит, ну, как-то странно. Говорит, что произошло? Она говорит, списались деньги. Я говорю, за что? Она говорит, ну, это никак невозможно. Ни пополнение наших этих карточек О2. Ну, или там, знаете, или свет за джоб-центр списан. Там конкретно написано, что за свет тот и тот такие-то данные. Все, сильно не надо нервничать. А тут пришло ей уведомление. Сколько у тебя сняли? 45 с чем-то, не помню. У тебя, да? У тебя сняли 45, а у меня сколько? У меня 30... Или 37, сейчас скажу. А ну, посмотри, мой. С тебя 36,90, а у меня 45,45. Ну, вот, короче, вот, списали разные у нас суммы, суммы получились. Называется это одним словом, типа счет, как она там называлась, это Анна, 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 как там была написана, не помнишь? Захи Анн Лаген, это, поэтому написал, что это смотри документы, то есть смотри письма. В письмах у нас нет ничего. Нет, у нас нет такого нет. Да, мы растерялись, конечно, начали, значит, переписываться, звонить нашим знакомым. Также нам наша знакомая сама написала, вайбер говорит, как она написала, типа, блин, ну не буду, мать, говорит, блин, у меня там тоже списали, говорит, не пойму, ничего не расписано, за что? Тоже сумма 35 евро. В каждой сумме разные, но почему-то вот написано за какой-то счет, а конкретно какой счет, и не понять, за что? Мы не можем сейчас с этим разобраться, и я не понимаю, реально, почему у всех разные суммы? И сейчас все пишут с нашего города, с нашего, ну, наши знакомые, беженцы, которые с нами. Ну, мы между собой просто. Да, просто общаемся, они говорят, да, сегодня у всех большинство списывают разные суммы, но большинство это 35 евро, 37 евро. У кого-то, да, как вот, у Ани 45, почему разные суммы, так и мы не можем сейчас вообще разобраться, за что конкретно. В письмах, да, у нас вообще нет, у нас ни в одном письме, я вчера просто документы перебирала, убирала тумбочку, смотрела в каждое письмо, ну как, практически все. Нету такого вообще, никак это не связано, потому что, говорю, сим-карты никак, это было бы написано О2, то-то-то, списываются, и тем более разные счеты, Аня, с Аниной карты списываются деньги за наши сим-карты, моя карта не привязана никак. Так что вот, и тем более, плюс у всех снимают сегодня как-то вот деньги. Мы вообще сейчас находимся в шоке, не понимаем, за что списываются, хотим разобраться, сейчас будем разбираться, потому что даже Петер не понимает, Кевину написали, не знаю. Ну, они не то, чтобы не понимают, они просто сказали, что не написано, за что. За что, да, я тоже этого не понимаю, ну типа, а как человек должен понимать, и, конечно, он волнуется. Скорее всего придут письма уже, как бы, перед фактом поставят, что так-то так, было же описание, там, за то-то, то-то. Ну, понятно, просто хочется какой-то точности. Ну, это реально интересно, просто за что. А я вам сейчас расскажу, мы сейчас вообще собирались ехать с Аней покупать билеты, ну, как бы вот, и сотки теперь нет. Мы же передумали. Передумали брать билет, сумку я передумала брать. Вот вы говорите, как бы вы там не спорите, но я скажу, вот, ладно, мы вдвоем. А представьте сейчас, как накладно одному человеку на пособие, который сейчас, может, знаете, конкретно не владеет еще, вот, та же Наташа, она не владеет немецким языком и так далее. И это все накладно, она пока что, ну, как-то вот так живет на пособие. А те, кто говорят, валите на работу без знания языка, так найдите такую еще работу. Найдите, это же не пульсу вам. Тут еще надо поискать такую работу. Конечно. Мы в небольшом городке, и я не знаю. Я хочу сказать конкретно, что давайте посчитаем, вот, посчитаем. Минус свет, минус интернет, у кого какой разный, это на одного человека. Это уже, а, кауцион минус 50, большинство беженцев кауцион списывается в начале месяца, это 45-50 евро, ну, 50, да, евро, допустим. Дальше, свет. Свет, кстати, ходит однокомнатная, ходит двухкомнатная, но они цены где-то приблизительно. Вот я сравниваю, типа, девочки, которые говорили, что они живут в однокомнатной квартире. У их, кстати, свет, Аня, помнишь, одинаковый практически, как у нас, 50, 60, 70 евро. Однокомнатная даже, я удивляюсь на минуточку. Пускай будет, окей, для однокомнатной 50 евро, да, свет? Это уже сотка. Дальше, интернет-подключение. Кто-то сидит на Wi-Fi. Ну, 40 месяц в месяц, 40 евро в месяц, допустим. Что-что, интернет? Ну, вот, 140 евро, что еще? 25. А, проездной, плюс проездной, я посчитала? 49. 49, ну вот, уже я посчитала 200 евро. Короче, одно пособие уходит на растраты, такие вот, коммунальные, короче, интернет-подключение. У каждого разного может быть 250 и до 300 даже. Ну, ладно, 250, 300, может, там, перегнуло. Целое пособие нужно уходить на это вот. Ну, и в человека пособие 400, сколько, наверное, его не знаешь, 460 где-то? Ну, нет, 503, ну, минус кого-то? Ну, 503. 503, вот это все, что я посчитала. Вот, посчитайте. Сука, человек остается, и как человек с такими... Сейчас все подумают, что ты возмущаешься? Я не возмущаюсь, нет. Я просто рассказываю, говорю, что, слава Богу, что мы вдвоем, и нам как-то легче с этим справиться, все рассчитать. Но в данный момент, я говорю, как оно есть, я просто сейчас, в данный момент, я удивляюсь, почему нам не расписали, за что конкретно списывается, почему нельзя отправить в электронном виде, типа, вот, списали, даже не написали, ну, типа, никто не может разобраться, за что, за что списали. Нет, я ни в коем случае, просто говорю, что с нынешними ценами в Германии очень тяжело, да, я не буду спорить, нужно идти работать, как можно быстрее изучать язык и идти работать. На пособие тяжело, я к этому и веду. Просто в данный момент, я немножко, да, я сейчас немножко агрессивна из-за того, что я не понимаю, за что списали. Ну, для нас это нормальная такая сумма на пособие, потому что мы хотели купить за эти деньги билеты, это ровно получаются билеты. Сейчас мы никуда не поедем, я не смогу себе ни сумку, ничего, хотя бы какую-то обычную сумку, я не выбираю, себе не перебираю, какими-то, я не знаю, там, бренды, не бренды, обычную сумочку. Сейчас будут писать, вы должны там, наверное, не знаю, что. Они чужие? Да. Как обычно. Ой, короче, ребята, как-то так, я вообще расстроена. Ну, реально, я тоже, честно, расстроилась. Я говорю то, как оно есть, обижайтесь, не обижайтесь, вы могли быть, не дай бог, в нашей ситуации, изучение немецкого не может быть вот так, моментально. А, вот, вы знаете, будто они, вот реально, люди живут такой какой-то реальности, что вот, они должны по-любому пойти, мне посрать, они должны идти работать, они наглые, нет. Мы просто говорим то, как оно есть. Нам надо выбирать. Либо мы идем на какой-то завод, и не факт, что мы его найдем, и работаем без знания языка, и просто молодость проходит в никуда. Либо мы изучаем язык. Да, да. Как-никак, но изучаем. Но мы не придерживаемся той теории, что я не буду ни учить язык, я не буду работать, ни то, ни то, ни то, ни то. Я суперблогер, у нас не такая позиция есть. Так, подожди, Ань, мы идем, мы делаем все по закону Германии, то, как все для беженцев создано, только оно, будет закон, что вот, пожалуйста, беженцы, выходите на работу. Пожалуйста, я только за, я только руку первую я подниму, скажу, я только с радостью, только-только за. Не надо говорить, что и как. Мы все видим, мы за новостями следим, что как оно происходит в Германии и так далее. Мы просто в данный момент, я возмущена, я уточняю еще раз, повторяю, за момент, что счет не расписали, за что конкретно произошло списание. Почему у каждого беженца с нашего города разные суммы. И вот Петра, как бы, тоже не может понять, ну, типа, за что именно, потому что, ну, не написано. И вот, надо сейчас, я не знаю, нам в джоб-центр, Аня, съездить на этой неделе как-то, может, в вторник поедем, возьмем термин, на курсы, может, пойдем. Ну, у меня вообще-то и так-то не. Надо, ну вот. Как-то так. Я, честно, я немножко удивлена, потому что теперь будем дома, сейчас убираться будем, будем разбираться с этим. Сейчас пока девочки... А на другой стороне каникулы и как без билета? Ну, я не знаю, ну, блин, ну, много денег. Сейчас плюс билет на двоих. Короче, у нас... Сейчас я думаю, что ты просишь денег. Я не прошу, нет, нет. Я ни в коем случае никакие деньги не прошу. Я благодарна и благодарю Германию за те условия, что она нас приняла. Просто мне чуть-чуть не понравилось то, что я не могу понять, за что конкретно списали. Я хочу разобраться с этим. Блин, почему я сейчас буду написать то-то, то-то, то. Ну, придет письмо, Рас, придет. Просто он с меня всегда списывают за свет. Свощицы не сняли. Там сумма... Последние два-три месяца у нас сумма конкретная и пишется за что. Стабильная, да. Стабильная, да. Ну, опять-таки, будет перерасчет и там тоже... Почему-то вот сегодняшний день, конец... Сегодня тридцатая или какое? Первая. Ой, сегодня первая. Фух. Сегодня вот первые июля. И почему-то с первого июля какие-то происходят списания у беженцев. Почему? У Кайи не сняли. У Кайи, кстати, мы набрали. И она сказала, нет, у нее вообще колтон не списывают. Я вообще не знаю почему. Везде по-разному все действуют. У Наташи сняли. Тридцать четыре евро. Она пошла в банк. Ей точно так же не знали. Сказали, да? Никакой ответа, да? Нет. А что, не сказали вообще? Идите в жоп-центр? Она сказала, а потом напишет. Ну вот. Сказала, ответа нет. Офигенно. Ну, просто да, правда. Да, хочется разобраться. Ни в коем случае не надо писать. Я говорю, мы как живем по закону, как для беженцев создали все условия, все. Все выполняем. Все мы выполняем. То, как оно должно быть. И экономим. И свет я пытаюсь всегда. Там Настя... Ну, иногда эфиры, да. Когда эфиры, да, я не спорю. Мы включаем свет. Настя бывает забывает в туалете свет. Я кричу, говорю, Настя. Ну да, может кто-то слышит. Экономим. Воду тоже экономим. Горячую даже стараемся. Ну, летом, да. Горячую не включать. Просто руки умываемся утром. Ничего мы не включаем. Даже горячую воду. Ну да. А вы говорите. Плохие беженцы. Ну, не все плохие. Просто вы это так видите, знаете, время идет и... Вентилятор вообще не включаю. Ну да, даже тогда. Ну, сейчас пару дней. Два дня, может, включали, три дня тогда еще, помню, и все. Я вам еще раз повторяю. Как только выйдет закон какой-то новый для беженцев, с радостью мы первые будем. Которые даже не будем вам говорить об этом. А может и когда-то с временем расскажем. Увидим, как оно будет. Мы с радостью побежим работать. Не надо писать нам, вот реально рассказывать, что как оно есть. Как оно должно, вы же, реально, ну, вы же не знаете, как параграф для беженцев с Украины совсем другой. Со всеми наши, как для других был беженцев. Все изменено за все это время. Ну, за все года и так дальше. Вот вы как будто реально в какой-то партии, там, не знаю, все знаете, вот решаете, наблюдаете за нами как-то там. Ну, не надо, честно, я не понимаю, почему нельзя жить по-доброму, по-мирному как-то, общаться с нами, хорошие вопросы задавать. Ну, понятно, что это Ютуб, но все равно хочется как-то более адекватности. Так что так, дела, ребята. Не знаю, сейчас будем еще созваниваться, списываться. Вот Петер, там, не знаю, вообще-то уже больше не понимает, да, что происходит. Ну, да, он говорит, что если не было письма, то было непонятно. Не указано просто, на что. И знаете, что самое еще тоже такое интересное, что вот у меня вообще 45 евро. Ну, да, я же говорю, почему-то вот сумма знакома бежит. У нас 37 практически, а у меня почти 46. Ну, то есть, странно, как бы. Суть в том, что это не какая-то единая сумма на всех. Это разные суммы, то есть интересно, почему. Просто реально, если вам уже интерес. Понятно, что недопонимание какое-то, непонимание, вернее. Не, да, просто я думала, хотя бы распишут, и теперь все типа ханик. Ну, будем разбираться, ребята, как только узнаем, какие новости, как разберемся, дам вам узнать. Это не говорится вам ни в каком-то там, а вот, мы типа этот. Нет, просто хочется уточнить такой момент, за что было вот это списание, все. И объясняется вам о том, что как беженец один, проживая в Ермане, да, ему тяжело. Я хотела рассказать вам, какие суммы, какие цены, да, чтобы вы поняли, вошли в положение. Это очень тяжело. И понятно, что люди будут идти работать. И я вам еще раз напомню, мы пойдем работать. Все, ребята, на этом все, уже много времени. Прощаюсь сейчас, не знаю, будем убираться. До скорых встреч, бай-бай, пока.